Всем привет, ребята, с вами Андрис Класс, присутствует в своей новой серии по обзору модов игры Майнкрафта, это уже вторая серия, и в этой серии я бы хотел вам предоставить два мода. Первый из них это сниппинг, и он дает возможность снять, допустим, с какого-либо мода бирку. Давайте для начала сделаем эту бирку, то же самое, чтобы вы как бы вспомнили, как это делать. Ну, например, как назовем, допустим, давайте корову, как все, как обычно. Хорошо, налаживаем бирку, и у нас появляется, то есть, когда мы отводим от коровы, бирки нету, то есть, надписи сверху у нее нет, но когда мы наводим, появляется надпись, да, и она может быть вообще любая. Но, чтобы ее снять, нам понадобятся ножницы и любая чародейская книга на эффективность, будто эффективность 1, 2, 3 и до 5. Для этого мы ножницы, книжечку, и у нас получаются ножницы на эффективность 5. Для того, чтобы снять эту же самую бирку, мы должны нажать правую кнопку мыши. И вот, бирка у нас выпадает, и теперь у нас ее нет. И, кстати, эта же бирка, с этим же названием, она сохраняется, то есть, если мы надеем ее вновь, она будет вновь. И так мы можем снимать ее бесконечно, и просто бесконечность будет у нас бирок, вот, две штучки уже. В принципе, мод такой легенький, в принципе, особо ничего не дополняет, просто так, знаете, дефолтный модик. Ну, а второй мод, я считаю, он будет более интересней. В принципе, специально для этого я и нахожусь в мире края, да, потому что это вот такой люркер. Это люркер, новый мод, моб, точнее. Вот его, люркер, спаунэк, давайте просто мы его, не знаю, запампли, спауниваем их очень много, короче. В принципе, что тут интересного? Ну, в принципе, тут, как обычно, спаунится с них, кстати, знаете, как зомби гнилая путь, только это люркер скраб, и он участвует в неком крафте предмета некого. И, кстати, давайте я даже, наверное, включу звук, чтобы было... Нет, это язык, стоп, музыка и звуки, чтобы было слышно, какие звуки вообще будут издавать той или иной люркер. Издает он звуки, как ни странно, как гаст. Это достаточно странно, вот его... Это реально очень странно, он издает звуки, как будто гаст, но при этом он может телепортироваться, как эндерман, он издает звуки, как гаст. И еще одна из его способностей, к примеру, не знаю, получится или нет, пока что только телепортировка, но сейчас здесь получится. Короче, он может клонироваться и при этом телепортироваться. То есть, вы ударили, он может телепортироваться настоящий, а вместо него станет клон. И при том, этот клон, он будет по силе такой же самый, как и этот... Вот, вот, даже он может не телепортироваться, он может оставаться на месте. Вот, он может быть таким же самым по силе, он может быть тоже телепортироваться, фиг пойми куда. И тут есть еще два очень интересных предмета. Один из них крафтится с помощью как раз дропа, который выпадает из люркера. Это люркер-тотем. Он используется для того, чтобы люркеры не клонировались, когда вы по ним бьете. Как его создать? Этот тотем создается вот таким вот образом. Из двух жемчугов эндера, одной палочки посередине и вот столько люркеров скрапа. Это может сказать, без негневая плоть так. В принципе, вот такой крафтик. В принципе, жемчуг эндера добыть, думаю, не сложно. С нынешними нововведениями, как и в аду, так и тут, в принципе, все изи. Но вот, что насчет люркеров скрапа. Они спавнятся не только в краю, но и в обычном мире. Это, кстати, тоже. Если не жмать, они даже, по-моему, в каком-то из миров аду спавнятся. Или нет, нет, они не спавнятся. Давайте, кстати, мы хоть его выпустим. Выходи, берем. Ну, откуда ты теперь, Хоса? Давайте возьмем этот тотемчик. Опа. В принципе, тут прикольно, но они нереально прикольные. И второй предмет, который достаточно очень интересный. Это эндер перл сворд. Ну, вы, в принципе, видите, что тут у него. Медлительность, эндер генерейшн, бейн оф эндер и эндер строл. В принципе, как по мне, этот меч очень интересен именно вот этим. Сейчас, давайте, ну, куда? Ну, допустим, давайте, ну, туда. Он кидает эндер перлу. И прикол в том, что он кидает эндер перлу так, что... Вот когда вы кидаете обычный эндер перлу, да? В принципе, на какую-то из местности. Ну, например, вот сюда, да? Вы можете немножечко снять себе хп. Но вот здесь-таки как раз... Здесь как бы это не учитывается. То есть, понятное дело, если вы запустите свой эндер перлу, ну, не знаю, к примеру, вот туда к стенке и начнете вот так падать, то, понятно, хп снимется. Но когда вы именно на обычную плоскую поверхность вот так телепортируетесь, все будет окей. А так как при этом, что обычный жемчуг эндера немножечко вас может протаранить. Но здесь ее очень интересно. И, в принципе... Фу, это прикольно. Не знаю, мне этот меч очень нравится, потому что он может использоваться достаточно очень долго. Это, кстати... И еще один прикол. Он никак не крафтится, потому что... Потому что... Ну, он никак не крафтится. Есть только его зачарование. Все, можно просто добавлять еще очень уйму, короче, зачарование. Кстати, обычный его урон это плюс 10. И давайте найдем каких-то просто любых вот этих существ. И посмотрим, какой вообще шанс выпадения этого меча. У меня он выпадал. О, кстати, вот, выпадает. Жемчуг эндера с них как раз. Илюкер, скрабы с них выпадают. Различные вот эти панцири-шалкеры. Блин, нафига не надо, конечно. Во! Во! Так, эндермен пришел. Прикольно. Так. Да, проблема, конечно, в том, что они телепортируются. Было прикольно, если бы, конечно, наверное, этот меч бы еще не позволял бы им телепортироваться. Это было бы вообще очень интересно. Но, как по мне, тогда бы интерес именно этих мобов бы исчез. Не знаю, может, давайте попробуем какой-то другой меч. Ну, давайте, какими-то, может, мне нужно выбивать обычно. Вот, реально, если бы он давал бы такую возможность, чтобы они не могли телепортироваться, было бы реально очень круто. В принципе, пока что почему-то не выпадает меч, потому что он редкий. Я его тоже выбивал в обычном. Куда они типа ходят, я вообще не понимаю. По-моему, они просто тупо умирают. Но суть такова, что этот меч реально может с них выпасть. Но шанс, опять же-таки, не велик. Я вообще изначально думал, что этот меч просто какая-то ошибка в разработчиках. Он просто забыл что-то, может добавить какой-то рецепт крафта для него. Но потом я начал выбивать из них просто какой-то лут. Может, по надежде на то, что этот меч появится. И этот меч появился. Но он, конечно, блин, выпал у меня с какого-то, с 20-го, по-моему, от этого идиота. Но, всё-таки, выпал. Тут, наверное, это не покажется на серии. Да, это я уже чувствую. Да, это я уже понимаю, что не выпадет никто. Ну, давайте, придешь наш удачный. Ну, ладно. Корове залезть. В принципе, он выпадает. Это факт. Всё. В принципе, моды такие дефолтные, не очень особо. Чего-то они добавят в вашу игру какого-то либо разобрать. Это лишь один единственный моб. Это лишь один единственный предмет, который... Оружие просто и всё. Но, реально, этот меч очень интересен именно вот этим, что он просто вот так пал. И всё. Вот мне, кстати, даже очень интересно сравнить этот меч с обычным женщином Эндера. Именно каким образом. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы возьмём... Вот у меня есть как раз женщин Эндера. И я хочу уведомиться в том, что я правильно всё сказал. Ну, давайте мы сейчас телепортируемся с помощью жемчуга Эндера. Вот, ХП снялось. Да? Ну, я думаю, вы это увидели. Сейчас теперь как-то... Ну, давайте, типа, вновь поднимемся. ХП снялось. Там, получается, два сердечка нам снялось. И теперь самый мне интересный момент. Сколько снимется, когда я ТП с помощью этого меча? Потому что я был уверен в том, что вообще ХП не снимется как такового. Ну, давайте посмотрим. То же самое место. Главное, чтобы никто не напал. Вот! Вообще, 0-0-ТП. Это очень круто. Это реально очень круто. Потому что, если вы можете, знаете, убегать от кого-то, и при этом у вас мало ХП, этот меч реально вас может спасти. Потому что он вообще не снимет ХП. Ну, вообще. Куда хотите, ТП хотите вообще. Ну, понятно, если на Луру ТП хнетесь и упадете, то, да, вы разобьетесь. Это факт. Но, в принципе, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами Модель Склада, ребята. Ссылочки на эти два мода я оставлю в описании. И до новых встреч в третьей серии обзор модов. Думаю, в следующей серии я хочу сделать более интересней. Какой-то, может быть, более большой мод. Два или три взять даже. Или просто один, но большой. Ну, все же. Всем пока.